Меня зовут Даша, я учусь в 10 классе и, естественно, сейчас нахожусь на распутье и думаю о том, чем же мне заниматься в жизни. Но одно я знаю точно, что получение удовольствия от работы это, наверное, одно из самых важных вещей в жизни, потому что без удовольствия от жизни жизнь становится серой и отсутствуют краски. Также, если вы будете получать удовольствие от работы, соответственно, будет стимул и можно будет заработать больше. Соответственно, хорошее качество жизни это тоже очень важный аспект и очень важный, занимает большую роль в жизни. И я, когда вы занимаетесь тем, что приносит вам удовольствие, вы ощущаете, вы обошвлены и даже это может быть как последствия делать вас счастливым. Придумайте, чем вы можете на помощь популяризации моей деятельности. Деятельности, я не знаю, какой, но придумайте. Прекрасно. Обратиться в конце своего спичка аудитории и вызвать их на диалог, это один из приемов, которые делают спикеры в своих, сейчас даже самых крупных выступлениях. Вовлекая... Между прочим, в инстаграме сейчас практически любой пост... Так вот. Поехали. Недавно играл Вольф с министром национального дела Королевства Англии. Что могу сказать? Приятнейший человек, чувствуется его авторитет, экспертность в его делах, он понимает, что делает, ведет страну в правильное русло, знает, с кем нам дружить, знает, с кем не нам дружить. Поэтому мы с ним играть не будем, соответственно. Так, что я могу сказать? Он прекрасно служит в своей стране, и я его уважаю за это. Мы с ним обсуждали серьезные дела этой страны. Я, как представитель компании из России, из великой страны, предлагал ему наши услуги. И в целом в этом заключается мое предназначение – давать то, что людям нравится. Я сделал ему то предложение, на которое он не смог отказаться. И отныне, отныне, наша компания и Англия – крепкие союзники. С этого дня и, как я надеюсь, до последнего. Зовут вас, я не раз слышал? Лука. Лука. Так, Лука. Несмотря на веру многих людей, она бывает у каждого своя, существует также много работ и профессий, где можно научиться чему-то новому. Очень часто людям не хватает умения говорить «нет». Это касается абсолютно всего, любой части нашей жизни. Иногда ему нужно научиться говорить «нет» своим близким. Иногда нужно научиться говорить «нет» людям, с которыми вы, наоборот, не знакомы. Я думаю, что в бизнесе это тоже очень важное умение. И это довольно сложный выбор – научиться говорить «нет» или «да». И мне приятно видеть людей, которые умеют делать такие сложные выборы, особенно, когда это того стоит. Всё. И зовут-то? Арина. 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 Это ты. И надо. Ну, вот это пример, когда мозг, наш ум, скажем так, идёт по самому лёгкому пути, пытаясь построить одно предложение из всех этих карточек. Можно задать вопрос? Ну, вы меня заинтересовали, и у меня такой вопрос. А где вы находите клиентов? Да, вот со всем этим. То, что вот в одно слово вы связали рассуждение. Это, конечно, очень правильно и важно. Но вот где вы находите клиентов? Я нахожу клиентов среди своих знакомых. У вас их много? Да. Клиентов или знакомых? Да. Тех и тех. А что вы делаете для клиентов? Какой ваш бизнес просто? Говорю нет. Говорю нет как раз. Умею говорить нет, да? Да, я просто умею говорить нет. Знаете, я знаю слишком многих, у кого не получилось. Да, 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 да. У кого не получилось сказать нет, да. И это сложный выбор сказать нет. Поэтому мы не принимаем таких. Да, 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 да. И вот учитывает ли ваша компания, которая говорит нет, гендерные и возрастные особенности клиента? Да, конечно. Это же… Вы только что сказали да. Я сломалась. Ну хорошо, нет. Не учитывая меня. Браво, браво. Спасибо большое. Так. У нас такой сейчас почти уже время захочет. Давай. Меня зовут Петр. И целью моей жизни на данный момент является научиться планировать свою жизнь и работу. Ключевым аспектом в исполнении данной цели является выбор вида деятельности, так как он определит мой будущий график. В разных видах деятельности разные формы графика. Например, у репетитора по иностранному языку график может быть свободным. Но, однако, у руководителя театральной студии график будет достаточно плотным и вряд ли будет свободен, так же, как у репетитора по иностранному языку. Лично я не определился со своим будущим видом деятельности, однако, пока что меня интересуют направления или экономики, или информационных технологий. В частности, отработка программного обеспечения. Все. Прекрасно. Вау! Я пытался. И вот хочется прямо… Подразить. Не-не, ну… А вот как ты думаешь, на какие сферы жизни человека может повлиять та работа, которую ты выберешь в будущем? Не знаю. Да. Ну, или на какие сферы ты бы хотел влиять, выбирая работу? Я могу переформулировать. Ну, опять же, на сферу жизни, на тайм-менеджмент, поскольку мне бы хотелось работать в более свободном графике, ибо для меня являются важными не только факт заработка на определенные суммы, но и, допустим, такие вещи, как путешествия, потому что жизнь дается один раз, и получать от нее какие-то впечатления – это достаточно важно. Супер. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...